Если верить древним рецептам, высеченным на шумерских табличках, люди начали варить пиво более 4 тысяч лет назад. С тех пор популярность его только выросла, несмотря на то, что напиток этот является алкогольным, а следовательно, не очень полезным для здоровья. Последнее утверждение, однако, можно спорить. Пиво — это весьма непростая среда для внедрения пробиотиков. Но если это удастся сделать, это станет большим прорывом. Отчасти потому, что пиво из тех напитков, которые всегда будут популярными. Его пьют на массовых мероприятиях. Так что и здесь есть огромный рыночный потенциал. Сингапурские исследователи не первый год работают над тем, чтобы добиться выживания кишечных бактерий-пробиотиков в пиве. Главным ингредиентом, убивающим бактерии, является хмель. Наша задача — найти способ сделать пробиотики устойчивыми к нему. Это довольно долгий и монотонный процесс. Но они сделали это, и вот доказательства. Пиво с добавлением таких бактерий способно не только улучшить пищеварение, но и укрепить иммунную систему. На вкус это пиво с небольшой кислинкой, потому что пробиотики производят молочную кислоту. Но также в нем присутствует фруктовый привкус, а содержание алкоголя равно примерно 3,5%, как и в обычных коммерческих сортах пива. Мелисса Мак продает камбучу — ферментированный напиток на основе чая и дрожжей, который тоже обладает множеством полезных для организма свойств. По словам Мелисса, она готова предложить своим клиентам пиво с пробиотиками. С одной стороны, пиво вряд ли ассоциируется с чем-то полезным для организма. С другой — вы добавляете в него нечто вроде полезных бактерий, и тогда уже непонятно, так это вредно для здоровья или нет. Никто точно не знает. Сейчас ученые ведут переговоры с пивными компаниями, которые могут заинтересовать массовое производство и продвижение нового напитка. Продолжение следует...